В начале февраля 2023 года в различных новостных порталах и пабликах в интернете, посвященных IT-тематике, да и в прочих маленьких около-IT-шных сообществах, прогремела интересная новость со следующими подобными заголовками. Создана уникальная версия Windows 11, из которой вырезали всё лишнее. Выпущена сборка Windows 11, которой хватит 2 гигабайта оперативной памяти и 8 гигабайта места на накопителе. Вышла Tiny11, облегчённая и урезанная Windows 11 для менее мощных ПК. Она очень сильно нашумела в социальных сетях, и про неё говорят, пишут и снимают видео буквально каждый, кому не лень. В ТикТоке, в Ютубе, на Хабре, Overclockers.ru и других тому подобных ресурсах. Автором всего этого творения является человек с никнеймом AntiDev из Румынии. Не команда, как кое-какой портал об этом написал, а человек, который широко известен компиляцией исходников Windows XP с последующим получением а-та-та-та за это от Microsoft. Игрой с частотами процессоров разных Windows и выпуском подобной сборки Tiny10, которая, как несложно догадаться, основана на Windows 10. И она у нас даже рассматривалась на этом канале давным-давно. Сборка весом в 700 мегабайт. Это ж как минимум очень интересно. Почитав новостные статьи об этой сборке и вспомнив предыдущие творения автора, я всё же очень захотел попробовать установить и протестировать Tiny11 сначала на виртуальной машине, а затем на реальном ПК. Особенно, когда обещают полный запуск на официально неподдерживаемых компьютерах с малым на 2023 год, объёмом АЗУ и прочими мелочами. Я уже не хочу как-либо затягивать с вступлением, так как нам предстоит достаточно всего разобрать и рассмотреть, поэтому начинаем. Как дисклеймер я хочу сказать, что все материалы, которые будут здесь представлены, показываются исключительно в ознакомительных и образовательных целях. Автор никак не заставляет устанавливать или скачивать показанное ПО, не рекламирует и не рекомендует участника обзора, автор всего лишь даёт оценочное суждение. Да будет душниловка! Этот образ размещен, уже наверное можно считать как по классике, на веб-архиве. Перед нами для скачивания три версии образа, B1, B2 и B2 с вырезанными требованиями к TPM и Secure Boot. Образ весит чуть больше 3,5 гигабайт, оригинальная Windows 1122H2 весит почти 5 гигабайт, если быть точнее, то 4,8 гигабайта. Разница там небольшая, но, наверное, это к лучшему. А сейчас нужно разобраться с системными требованиями. Начнём с официальной Windows 11. Согласно официальным данным, со стороны Microsoft последняя версия их системы требует минимум двухъядерный 64-разрядный процессор с частотой более чем 1 гигагерц. Подключение к интернету и разрешение экрана 1280 на 720. Казалось бы, когда читаешь эти требования, думаешь, легкотня да мелочь. Но как вам минимум 4 гигабайта оперативной памяти, 64 гигабайта свободного пространства на накопителе, обязательное наличие UEFI, технологии Secure Boot и чипа TPM со стороны материнской платы? Да даже процессор нужен совместимый. Если у Intel под Windows 11 попадают все процессоры, выпущенные не раньше 2017 года выпуска, то под AMD попадают процессоры от 2018 года и позже. Никакие Pentium 4 и отлоны 64X2 официально не поддерживаются, но система на них так-то запускается. Так вот, в случае с Тайней 11 тут более необычно. По словам автора, сообщается о 2 гигабайтах АЗУ и 8 гигабайтах свободного места на накопителе. При этом в демонстрационном ролике было видно, что в плане АЗУ Тайней 11 потребляет 50% от минимального объема. И само собой, результат потребления у каждого может быть разным. Сейчас, после душной части и последующего проветривания помещения, можно приступить к установке. Сначала я буду устанавливать систему на виртуальную машину. При запуске образа нас встречает загрузочный экран из Windows 11, и после него сразу появляется надпись «Начало установки». Тут уже можно понять, что тут используется файл автоматического ответа. Да, забыл сказать, эта сборка исключительно на английском языке, хотя, вероятно, возможна установка других языков после полной основной установки системы. Windows PE здесь основывается на Windows 11 Build 22621.525. Во время установки можно заметить, что после принятия соглашения нам не сообщили о том, что наш компьютер не совместим с Windows 11. Дело в том, что тут уже вшиты ключи обхода в реестре Windows PE. Они находятся по пути HK Local Machine System Setup Lab Config. Забавный факт. Данные ключи реестра и вообще сам метод обхода новых требований Windows 11 вообще никак не задокументированы в официальной справке Microsoft. А теперь давайте подумаем. Почему? В остальных моментах установка совершенно типичная. Первоначальная настройка здесь не претерпела каких-либо глобальных изменений. Кроме одного. Оно заключается в системе аккаунтов Microsoft. Во время первоначальной настройки нам вообще никак не принуждают заходить в аккаунт Microsoft и подключаться к интернету. Мелочь, но, однако, круто. Завершаем настройку и ждем запуска рабочего стола. После того, как первоначальная настройка пройдена и мы оказываемся на рабочем столе, нам сразу же открывается меню пуск. В списке закрепленных приложений здесь нет какого-либо ТикТока, Клип Клэмпа, Microsoft Teams, News и прочей стоковой отсебятины. Из стандартных закрепленных приложений мы здесь видим Microsoft Store, приложение фотографии, настройки, калькулятор, да современный блокнот с принтом. Если открыть более подробно, то список пополняется приложением камера, программами для людей с ограниченными возможностями, ножницы и заметки, да терминал с Windows Defender. Если не обращать внимания на содержимое меню пуска, то вначале нам кажется, что по сути ничего и не изменено. Но тут можно заметить одну маленькую деталь. Здесь нет Microsoft Edge. Нигде. Совсем. Однако вернуть его вручную никакого труда не составит. Как минимум, служба Microsoft Edge Update живая. Виджеты в левом нижнем углу панели задач на месте и спокойно открываются. И пока я еще не нашел знакомого, который пользуется этими виджетами. Допустим, с этого раздела смотрит погоду или читает заголовки новостей. По потреблению оперативной памяти на, так скажем, холостых, система сейчас занимает 700-800 мегабайт АЗУ. И это мы еще учитываем включенный файл подкачки в системе с выставленным размером по выбору этой самой системы. На данный момент там указано 1152 мегабайта. А в плане накопителя у нас стало занято 10 гигабайт. Слова излишни. Интересный факт. Tiny 11 уже запустили на 190 мегабайтах АЗУ. Но подобное можно просто считать обычным баловством и экспериментами. Поэтому живите с этой информацией. В плане Microsoft Store здесь все скачивается и обновляется. Тот же Edge поставить или Discord. Оно спокойно ставится и беспроблемно запускается. Теперь перейдем к активации системы. Если в каких-либо сборках, независимо от их содержания или ужаса, система предъявляется вам сразу активированной изначально, то в Tiny 11 здесь более официально. Активация системы переходит сугубо в ваши руки и под вашу ответственность, так как из коробки она вообще не активирована. Сейчас можно перейти к языкам интерфейса. Изначально система здесь полностью английская, и никаких языков на этапе установки нам не предлагается. Прошу заметить, что языки интерфейса и языки раскладки клавиатуры – это разные вещи. Ну, так, к слову, напомню. В качестве демонстрации я хочу установить белорусский язык интерфейса, поэтому нажимаю Add Language, ищу необходимый язык и нажимаю Установить. Как видите, язык применяется. Неважно, какой язык вы поставите. Хоть русский, хоть украинский, хоть белорусский, да хоть вообще японский. Всё работает. Как и Windows Update тоже. Если тут всё работает, устанавливается и запускается, при этом всём система мало занимает места на накопителе и потребляет мало АЗУ, что тут вообще изменили? Должны же быть какие-либо изъяны. И они есть. Из подраздела «Программы и компоненты» мы не установим новые компоненты, к примеру, Windows Subsystem for Linux или песочница Windows. Это всё из-за того, что в тайне 11 нет хранилища компонентов, а это самое хранилище находится в папке win.sxs. А в ней хранятся файлы, которые нужны для восстановления Windows. После каждого обновления системы она всегда создаёт резервную копию на случай отката обновления. Таким образом, благодаря резервным копиям мы можем безболезненно удалять скачанное обновление в системе и откатываться тем самым назад. Но извините меня, со временем эта папка начинает очень здоровски весить. По поводу тестирования мы закончили. Самое время посмотреть на скорость запуска. Изначально посмотрим всё в виртуальной машине, потом уже перейдём на реальное железо. Продолжение следует... По результатам тестирования на виртуальной машине понятно, что... разницы практически нет. Плюс-минус 15 секунд. Однако учитываем тот факт, что есть вероятность незначительной погрешности. Все тестируемые виртуальные машины имели одинаковое количество оперативной памяти, ядер процессора и объёмы накопителя. Как уже было сказано ранее, одной виртуальной машиной мы не ограничимся. Пришло время тестирования Tiny11 на реальном ПК. В качестве тестировочного полигона будет Asus F80L. Ноутбук из невозвратного 2007 года, на котором я и ReactOS когда-то запускал, и всяческие линуксы. Chrome OS с горем пополам, и вообще чего там только не было, и как этот ноутбук только не использовался. Закидываю образ на флешку и начинаю устанавливать систему на реальный ПК. Напомню его характеристики. Процессор Intel Pentium T3 200, 3 гигабайта оперативной памяти типа DDR2, и самое интересное, HDD на 160 гигабайт. Да, мы будем так извращаться. Современная Windows 10 на этом ноутбуке с HDD чувствует себя не очень хорошо, хотя старые сборки, которые были выпущены до 2019 года, работают там совершенно идеально. А про оригинальную современную Windows 11 сказать просто нечего. Это надо видеть. Я был уже морально готов встретить точно такую же ситуацию в виде цикличного перезапуска Explorer.exe и беспрецедентной нагрузки на процессор. Но этого, на удивление, не случилось. Да, нас преследовали такие же тормоза панели задач. Однако, через некоторое время, это всё внезапно налаживается. Сам факт того, что я дошёл до рабочего стола и как минимум мог пуск или корзину открыть, уже меня хорошо впечатлило. При аппаратном включении Wi-Fi адаптера система на таком оборудовании даже смогла автоматически установить драйвер на встроенную видеокарту, потому что дискретной здесь, к сожалению, нет. И настроить все оставшиеся устройства. В плане софта тут 50 на 50. Где-то сильно задумывается, а где-то очень быстро всё открывает. Например, тот же Word из Office 2016. Вначале тормозит, но на документе интерфейс программы откликается нормально. Аудиоплееры проверять не имеет смысла, так как они и не особо потребляют системные ресурсы. Браузер... на такой конфигурации лучше не надо. Если в целом это всё тестирование резюмировать, то система работает крайне медленно. Оно-то и понятно, так как начиная с Windows 10 19.03 был слегка переделан драйвер NTFS.SYS, и с этого момента производительность системы на жёстком диске, подключённого к интерфейсу SATA 2, очень занижена. Ну и кроме того, в моём распоряжении есть только жёсткие диски, и на SSD система бы работала намного быстрее. Но, если вы человек очень терпеливый и никуда не спешите, даже ждёте полторы минуты для полного запуска системы, то, наверное, у вас никаких проблем и не возникнет. Однако, нервы у людей бывают разные. Я считаю, что на этом моменте уже можно подвести какой-никакой итог всего происходящего бубнового плясания. Наверное, на подобных компьютерах с такой конфигурацией и установленной системой на жёсткий диск не SSD. Я бы и такой не рекомендовал ставить. Как сообщают авторы, Tiny11 не является полноценной заменой оригинальной Windows 11. И если ваш компьютер официально соответствует требованиям оригинальной системы, то уж ставьте лучше оригинальную сборку, нежели что-либо порезанное. И Tiny11 не стоит рассматривать как образ шаблона Windows без телеметрии и шпионских программ. Ну а пока я привожу этот ноутбук в порядок, предлагаю вам посмотреть другие мои видео. Они тоже увлекательны. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новый интересный контент. Всё же вместе интереснее как-никак, и будет круто, если канал достигнет с мести 5000 подписчиков. Огромное спасибо за просмотр и спасибо донатерам, которые поддерживают канал копеечкой. До новых встреч, дорогие друзья!